Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня у нас видео с полной моей коллекцией фотокарт. Я, в принципе, уже довольно давно хотела его снять, но решила, что конец, начало года как раз период, когда приятно подвести итоги, посмотреть на то, чего ты достиг за прошедший год в своем роде, в данном случае в коллекционировании. Да, и у меня на данный момент 5 байндеров. Что меня немного пугает, потому что всерьез с коллекционированием фотокарт я увлеклась только, наверное, года полтора назад. Поэтому, как вы увидите, многие страницы более ранних релизов у меня до сих пор пустые. Я надеюсь, что они также заполнятся в следующем году. И я... Да, у меня не так много коллекций, которые, скажем так, практически закончены, и которыми я там довольна и только докупаю по мере новых релизов. В основном большая часть айдолов, которых я коллекционирую, мне еще предстоит очень-очень много работы. Но в этом есть определенная прелесть. Я предвкушаю новые фотокарты, и то, что у меня есть еще много что коллекционировать, это интересно, это, в общем-то, на данный момент мое основное и самое любимое хобби. Мне оно приносит очень много эмоций, очень много позитива. Итак, давайте начнем с моего первого байндера. Я организовала их несколько в порядке. Моего топа групп. Это байндер, в котором находится группа TSM Entertainment. И, собственно, начинается он с Shiny. Shiny моя номер один ульт-группа. И Temin мой ульт во всем кей-поп. И, да, я покупала его разделитель для байндера из Air Atlantis. Это то, что, в общем-то, открывает мой байндер. Он очень-очень мне нравится. Единственное, он не очень легко проворачивается на кольцах, но это уже детали. Итак, на первой странице у меня фотокарты из более ранних AirShiny, для которых у меня не так много карт. Это карты из Airy Misconsceptions, Misconsceptions of you, Misconsceptions of me. И также одна из фотокарт Jinky is odd, которая выпала мне в альбоме. Дальше также идут карты, выпавшие мне в альбомах. Aria of Light. Групповые карты из первой, второй, третьей части. И также две карты Minho, которые выпали мне во второй и третьей части. У меня нет пока эпилога, но я думаю, что скоро будет. Дальше идут фотокарты из Air этого года, где я уже собирала карты всех мемборов. И это у нас Don't Call Me. Получается, это у нас две версии с фотобуками. Fake Reality и Reality. И также групповая телефонная карта. Я не собирала их для всех мемборов. Мне выпала в альбоме групповая, и я решила, что это идеальный вариант. И также карты из Jewel Cases, их селфи-карты. И эти пять, это у нас концепт Air-карты. Да. Дальше у нас идет Atlantis, который у меня пока еще не завершен. У меня не хватает по одной карте Minho, Minho и Dzenki. Но надеюсь, что в первой половине следующего года я закончу данную коллекцию. Дальше идут сольные релизы мемборов. И первый Junkie. Это его обе карты из Voice. Я очень жду его сольный релиз в этом году. У меня, к сожалению, нет сольных карт Junkie. Потому что физически из альбомов у меня есть его только Poet Artist. А его предыдущие релизы достаточно дорогие. И карты тоже из них не так легко найти по адекватной цене. Поэтому дальше в порядке старшинства идет Kibom. Это его три карты из Face. У меня есть пока всего одна карта, выпавшая мне в альбоме из I Wanna Be. И мне необходимо докупить вторую. И также карта, которая выпала мне в кино. И дальше идут его концепт-карты из кино. Так как в старых киноэссе не было фотобуков, а шел сет карт вместо фотобука маленького. Что, в общем-то, неплохая идея. Было вполне себе прикольно. И также коллекция тоже в процессе последней релизки Boma Bad Love. Это карты, которые выпали мне в альбоме. И я надеюсь, что тоже в скором времени я смогу завершить данную коллекцию. Дальше идет грустный ранний Эритемина. Потому что у меня также нет его ранних альбомов. Несмотря на то, что это мой номер один ульт. И это для меня немного грустно. Я, опять же, хотела бы, наверное, в следующем году постараться не разбрасываться так сильно на много релизов, а сфокусироваться на действительно своих топ-группах. И в том числе на сольных картах Shiny. Да, я думаю, что я сначала приоритизирую их сольные фотокарты, завершу их, а потом уже перейду к более ранним эрам именно как Shiny. Да, начиная с Moving. У меня есть его альбомы. Это карта, которая выпала мне в Moving, собственно. И вот три карты из Вонт у меня есть. Мне осталось найти четвертую. И эта его фотокарта, конечно, одна из моих любимых. Также у меня есть всего одна версия Never Gonna Dance Again. Одна из версий второго акта. Но в качестве одного из подарков на Новый год я получила две версии его первого акта. Поэтому у меня здесь будет две фотокарты. Данная страница не будет выглядеть так грустно. Да, и у меня также нет Extended его версии. Но это его карта из Advice. И данная коллекция у меня завершена. Дальше идут не альбомные карты Temina. Это его карты из Stend, которые Сэм выпускает. Stend плюс голографическая карта, соответственно, Don't Call Me, Atlantis. И две карты из Advice. Его голосовая карта из Merchate Marie Koum. Это его карта из Merchate 13-летию Shiny. Это из фотобука к онлайн-концерту Beyond Life, которые Shiny делали. И мне по просто какому-то чуду выпил Temina. И также из его Merchate, по-моему, с этой наклеек. Да, также к Beyond Life. И дальше несколько не альбомных карт других мемберов. Это карта Kiboma из коллаборации. Одна из коллабораций. И карта Minho. Также из билеток Beyond Life. Я покупала версию Minho. И групповый стикер, точнее, который также шел. Дальше идут большие вложения. Это их открытки из Don't Call Me. И вторая версия. Также их открытки из Atlantis. Все четыре. Minho и Temin. Их поп-ап-карты из Atlantis. Я не стала их выдавливать. Пока решила ставить так. И дальше идут большие вложения из сольного, из сольных релизов мемберов. Kibom. Открытки из Bad Love. И также маленькая еще одна открытка. Дальше идут ставты Minho. Его стенды из Wond. Я не знаю, что это. Из Nova Gonna Dance Again. А, это, наверное, как треклист. И в открытке из Atlantis. У меня есть три из четырех. И дальше идет не альбомный став. Как раз стенды, которые идут с голографическими картами. И из Advice. И из мерчак Beyond Life. Открытки Minho, Temina. И также билетик сам. И прочий ставт, Temina. На этом Шайни все. Дальше у нас идут EXO. И мой BIOS в EXO Backion. Но, конечно, собирать Backion и сейчас уже очень тяжело. Поэтому я так очень пока медленно и выборочно. Но вот я бы хотела собрать его на данный момент. Мой фокус это. Его карты из Don't Fight the Feeling. Я, в принципе, нашла пока одну. Их не то, что они даже дорогие. Их, в принципе, как-то не так легко найти. Но я в процессе, в общем-то, никуда не тороплюсь. Backion вряд ли в ближайшее время, к сожалению, порадует нас релизами, так как он в армии. И дальше идет его сольный став. Его фотокарты к сольным альбомам. Корейским именно у меня завершены. Да, я, в принципе, не собираю ни для кого японские карты и какие-то прочие релизы. Поэтому здесь и далее не будет особо ни японских релизов, ничего такого. Это его четыре карты из City Lights. Его сольного дебюта. Это у нас The Light и Bambi. Мне очень нравятся задники карт The Light. Да. И также несколько его более больших вложений. Это открытка из Don't Find The Feeling, из Delight. Пленочка и открытка из Bambi. Также его концепт-карты из Jewelkiss версии Bambi. Bambi. Все четыре. И дальше у меня идут карты прочих мемберов, которые у меня есть. У меня есть Сиумин и Сихун из Love Shot. Да, у меня не так много также физических альбомов Экса. Я бы, наверное, хотела еще Obsession иметь в физическом формате. Да, возможно, в следующем году я приобрету ее. Это, получается, карты, которые мне выпали в Don't Find The Feeling. И это две фотокарты из сольного релиза. Кэнсу, Эмпасси, который мне очень-очень понравился. И я купила две его версии. Фотобук и Диджи Пэг. Да, это карты, которые мне выпали. И дальше также прочие большие вложения. Открытки из Don't Find The Feeling. Групповая из Сихуна. И мини-постер из Эмпасси. Кэнсу. Да, на этом Экса все. И дальше у нас идет NCT. Мой биос NCT Theon. Я, в принципе, стараюсь. Как бы мой план. Моя коллекция Theon совсем небольшая. Потому что, к сожалению, опять не самый простой мембер для коллекционирования. Вообще в SM-группах я почему-то склонна выбирать себе трудных для коллекционирования биосов. Но Theon я, в общем-то, стараюсь и планирую собирать максимально для корейских релизов. И также я собираю карты Джисона, но исключительно для NCT Dream. У меня нет его карт из Эмпасси. Из Эры Резонанс всего две. Фьючер версии из Пат-1 и Дипачо из Пат-2. И это очень, на самом деле, особенная для меня карта. Потому что я купила всего одну версию Резонанс из четырех. Пат-2 и Дипачо. И из двадцати трех мемберов он мне фактически выпал в альбоме. Я просто, я была в таком шоке. И да. Я рада, что на тот момент у меня еще не было канала. Потому что это была бы абсолютно неадекватная реакция. Я была очень удивлена. Да. И дальше мы переходим к Ванту Севен. Также для его ранних эр у меня пока коллекция выглядит очень грустно. Ниазон выглядит намного веселее. У меня есть все его три карты. NCT версии. И из репэккеджа у меня есть его First Player. Одна из моих любимейших его карт. И мне осталась только одна его карта. Second Player. Дальше идут также релизы этого года. Стикер. И здесь все, в общем-то, неплохо. Мне не хватает всего одной версии. Стикер. Естественно, Теон с мягкой игрушкой. Но у меня есть, получается, стики. Soul City. Его карты из джолкейсов. И этого предзаказная карта от Mumo. И фейворит пока тоже в процессе. Дальше идет коллекция моей мечты. Когда-нибудь мне бы очень хотелось собрать его кино. Но это очень тоже сложно. И абсолютно на данный момент неприоритетная для меня коллекция. Если я вдруг буду видеть их по приемлемой цене, то я была бы очень рада их иметь. У меня есть только одна из Neozon. Которая тоже мне очень-очень нравится. Да. И я сделала заказ на Ньоке двух его кинокарт фейворит. Я надеюсь, что Ньоке их выкупит. Там было очень хорошее предложение. Да. И дальше мы переходим к Джессону. Также для его ранних эр у меня особо ничего нет. Для Hot Sauce тоже я, если честно, и Hello Future не сделала большого прогресса. Не знаю. Как-то пока... Каждый раз, когда я пытаюсь купить карту Джессона, их отменяют просто всегда. Я уже даже не знаю. У меня были мысли не коллекционировать его, потому что это как-то слишком тяжело. Не потому, что он тяжелый мембер, а просто мне не везет на его карты. Но у меня есть его карта из Джулкейса, Hot Sauce. И его... Да, вот это 7... Кафе 7 Dream. Это карта из Джулкейса. И также его 7 Agent. Карта из Hello Future. Не помню точно, как она называлась, данная версия. И дальше мы переходим к картам других мембров NCT, которые у меня есть. Мне также в моей версии Дипача выпал ID Yuta. Yuta мой второй BIOS 127. Это был просто легендарный альбом. Также карты, которые мне выпали в Hot Sauce и Hello Future. Много марка, что прекрасно. Обожаю марка. И также карты, которые мне выпали в стикере. Да, и большие вложения из стикера, из стики-версии, Soul City и стикер. И также Polaroid, Эрен Джуна и Джемина из Hello Future. И последняя группа в данном байндере это Super M. Для первого их альбома я, в общем-то, планирую собирать только Temina. И да, пока у меня есть всего одна карта из корейской версии. Потому что Super M уже тоже становятся не такими простыми для сбора. Но думаю, что рано или поздно. Я не знаю вообще, стоит ли когда-либо в будущем ожидать релизов от Super M. Потому что к тому моменту, как Temin и Baekhyun вернутся из армии, наверное, уйдет уже Kai. И я не знаю, когда начнут уходить в армию. Мне кажется, скоро должны мемберы NCT. И Taeyeon один из старших мемберов. Не знаю, в общем. Я, да, я обожаю Super M. Я была бы очень рада. Это новым релизом от них. Но пока есть, что есть. И для их второго релиза Super One я собирала своих топ-3. Baekhyun, Temina и Taeyeon. И единственная карта, которой мне не хватает, естественно, Baekhyun с фильтром лягушки. Цены на нее ужасные. Она не выпала мне в альбоме. Хотя мне в альбомах я покупала две версии. Мне выпал Temin и Taeyeon. Я покупала американские релизы. Да, и я, конечно, была тоже в восторге тогда. Но я очень хочу Baekhyun с фильтром лягушки. Я думаю, что рано или поздно я разорюсь на данную карту. И также у меня есть юнитные карты Temina, Taeyeon. Да. И групповая карта, которая мне также выпала в альбоме. Из ID мне выпали Baekhyun и Temina. Тоже идеальная часть моего Биослайна. Но, опять же, я не планирую собирать какие-либо еще ID. Я вполне довольна этими. Да, и в открытках мне в обеих версиях выпал Kai. Что тоже, в общем-то, меня полностью устраивает. Поэтому, да. Может быть, когда-нибудь, если я вдруг увижу Temina, я его докуплю. Но это тоже не приоритет. И на этом все данный байндер. Вот так выглядит на данный момент моя коллекция SM Group. Давайте переходить к следующему. Мой второй байндер. Это байндер, в котором находятся Astra и Stray Kids. Astra это моя вторая ульт-группа. И Бина я также позиционирую как своего ульт-биаса. Помимо Shiny. В Shiny я, в принципе, позиционирую их всех как моих ульт-биасов. Да. И начинаем мы с коллекции именно Бина Вастрада. Я собираю только его карты. И получается, это у нас Spring Up Summer Vibes. Для Summer Vibes у меня есть полный сет. Spring Up пока нет. Дальше идут Autumn Story, Winter Dream и моя любимейшая карта Бина с динозаврами. Dream Part 1 у меня полностью собран. Обе версии. Для Dream Part 2 у меня пока есть только одна карта из Wish версии. Одна из Wind. Также я не планирую собирать его карты на данный момент из One and Only. Потому что это не самые мои любимые карты Бина. И они очень дорогие. Поэтому я думаю собрать его две карты из Skin и его карты из Rise Up. Дальше идёт Light и мне не хватает всего одной карты из зелёной версии. Остальные у меня собраны. Это его карты из Blue Flame. Они также у меня все собраны. Это из Gateway. Мне не хватает одной. Дальше идёт All Yours и у меня собраны все его альбомные карты. Одна из его Message Card и также две предзаказные от Dear My Muse и Apple Music. И мне очень-очень нравится данный сет. И последний на данный момент comeback Astra Switch On. У меня также все восемь его альбомных карт и одна из его предзаказных карт. Дальше идут его карты из дуэта с Sangha. И на данный момент у меня есть всего одна, которая выпала мне в альбоме. Я как-то пока не дошла до сбора остальных карт, но обязательно хочу. Это был потрясающий релиз. И дальше у меня также идёт мой единственный сет Otisix. Это предзаказные карты от Make Star голографические Call Yours. Мне очень-очень хотелось какой-нибудь сет из данной эры, и я решила выбрать этот. Мне он очень-очень нравится. Donbin с голубыми волосами. Потрясающе. И также карты, которые у меня выпали в альбомах других мембров. Это карты, которые мне выпали в Gateway, Jinjin, Sangha. Также Sangha из их релиза с Binem. И карты, которые мне выпали в Aljus. И также два Jinjin'a и Donbin, которые мне выпали в Switch On. Дальше тут большие вложения. Это открытки из Gateway. Вторая версия Gateway. Дальше открытки из All Yours. Из всех трёх версий. И открытки из Switch On. Фантажо решили сделать их рандомными, поэтому я собрала две открытки Bin'a. Также две открытки групповые. И ещё в альбоме мне выпал Minhyuk. Также были Polaroid в Switch On рандомные. И также я собрала все это Bin'a. И в альбомах мне выпал Jinjin'a и Minhyuk. И также открытки из альбома Bin'a и Sangha. Да, на этом также моя коллекция Astra. Всё. Дальше мы переходим к Stray Kids. Stray Kids вообще, наверное, с релиза Guts Menu всё время являются моей, скажем так, первой группой после ультов. Я как-то никогда не позиционировала именно как ульт-группу, но они всегда очень высоко в моём топе. Мои два биаса — это Hyunjin'a и Felix. Для Go Live я ещё не собрала их фотокарты. Я начала с InLife, с репэккеджа. И да, данная коллекция продвигается достаточно медленно, но потихонечку-потихонечку я думаю, что я её закончу. Не знаю, буду ли я когда-либо идти назад, потому что Hyunjin'a и Felix — два самых сложных мембора для коллекционирования в Stray Kids. Но мне бы, конечно, очень хотелось, но я не уверена в этом. Дальше идёт No Easy. И для No Easy я решила собирать своих топ-трёх мемборов, потому что расположение на три мембора выглядит лучше. Поэтому я собирала Hyunjin'a, Felix'a и Chanina. И это их альбомные карты, плюс карты из Jewel Case'a. И также предзаказные карты от JYP и лимитированные карты. И также полный сет лимитированных карт от Y8. Также я сделала из их предзаказных мини-фотобуков. Я их вырезала и сделала из них фотокарты, поэтому дальше идут данные сеты. Все четыре. Мне очень нравится, как это получилось. Особенно селфи-карты. На мой взгляд, очень мило. И дальше идёт Christmas Evil. Я пока в процессе. Это карты, которые выпали мне в альбоме. Одна по одной Hyunjin'a, Felix'a и Chanina. Да, я думаю, что в принципе в дальнейшем, наверное, я так и буду собирать топ-3. Если внезапно будут какие-то юнитные карты, как это было в InLife, то я, может быть, не знаю. В общем, пока мой план продолжить собирать мои топ-3. Мне это очень-очень нравится. Уже две эры подряд. Да, и также сет предзаказных карт of JYP для Christmas Evil. Также OTAIT. JYP очень щедрый. Дальше немного также не альбомного стафа. Это карты Hyunjin'a, Felix'a и Chanina из Seasons Greetings 2021 года. И я также заказала их Seasons Greetings 2022 года. По-моему, он релизится где-то в конце января. И также их сеты Polaroid'a из мерча к онлайн-концерту, фан-митингу. Да, Unlock, Go Live and Live. Да, к некому концерту, который у них был в Эру. Go Live and Live. И также карты других мемберов, которые мне выпали. Да, еще немного на Уизе. Дальше идут большие вложения. Открытки Hyunjin'a, Felix'a из Seasons Greetings'a, также 2021 года. Открытка из Unlock, пленка из Go Live. Лимитированная карта из Unlock, мне выпал банчан. И также закладки моих топ-3 из Seasons Greetings'a. Дальше у нас мини-постеры из No Easy. Мне выпало только два. Но я очень рада, что мне выпал Hyunjin'a, Felix. Да. И также стаф из лимитированной версии Christmas Evil, который мне тоже очень-очень нравится. На этом все данный байндер. Давайте переходить к следующему. Третий мой байндер, это байндер HyperYG, который, по-моему, уже практически одно и то же. И здесь у меня на обложке мини-постеры из последнего релиза TXT, из их версии в Jewel Cases. С Jewel Cases, да, здесь у меня Тахёны Бамгю из обратной стороны байндера, Бамгю и Кай. Потому что мне безумно понравились эти мини-постеры, и я решила украсить ими байндер. И также Тэхёны Мой Биас TXT. Здесь у меня также открытка Бамгю из Blue Hour. Но начинаем мы по старшинству с BTS. Мой Биас BTS Chimin. И я потихонечку также стараюсь собирать его карты. Chimin один из тех биасов, которые люто меня ненавидят. У меня довольно много разного стаффа с BTS, но выпадал он мне всего два раза. И то, наверное, в последние полгода, когда я уже отчаялась. До этого он не выпадал мне никогда. Поэтому его коллекция выглядит достаточно грустно. Да, это была первая карта Chimin, которая мне выпала в моей жизни, и я была безумно рада. Да, и также у меня есть одна из его карты из Persona, и обе его карты из Butter. Дальше идёт несколько сетов 47, которые я собрала. Это Answer F, по-моему, версия. Это первый альбом BTS, который я купила. Он для меня очень особенный. Данная карта — это первая карта, когда-либо выпавшая мне в альбоме. Это Hyeon. И да, поэтому я решила собрать данный сет. Так как он для меня очень особенный. У меня была идея собирать один из сетов Persona, но как-то я очень давно не сделала никакого прогресса. У меня даже нет карты Chimina. Да, в альбоме мне выпал Yunye, но я, может быть, когда-нибудь его закончу. И также я собрала один из сетов из Семёрки, мой любимый. Да, в альбоме мне выпал Чонгук. И также я решила собрать их фотокарты для B Essential Edition, потому что там была всего одна версия. И я подумала, почему бы нет. В альбоме мне также выпал Чонгук. И карты других мембров, которые мне выпадали в альбомах. Как можно заметить, меня достаточно сильно любит Namjoon. Да, но в целом остальные мемберы выпадают мне достаточно неплохо. Кроме Hasoka, кстати, в альбомных картах. Но Hasoka много выпадает мне в другом мерче. И дальше идут более special карты, скажем так. Это карта Джина предзаказная от Виверск Би. Это предзаказные карты Джина и Чимина. Да, это вторая карта в моей жизни Чимина, которая мне выпала. Предзаказная также от Виверск Батор. Это Джин из Мембершип девятнадцатого года. Тэхён из фотобуков к их онлайн-концерту МОЦ. МОЦ, МОЦ Он-И. Также Намджун и Хасок из японского релиза МОЦ, за Джонни. И групповая карта из Оилайту. Открытки из Персоны. Также открытка из Семёрки. Полароид из Баттер. Сеты из Би. И я также разместила здесь групповую карту, потому что она горизонтальная, и мне показалось, что сюда подходит больше. Также их открытки из Би. Стикеры из Эры, Лав Юселф. Плёночки из Персоны. Плёночка из Баттер. Мне выпал Намджун. И также месседж-карты из Баттер. Мне выпал Джин и Тэхён. Мои, наверное, самые много выпадающие мне мемберы. На этом альбомная коллекция BTS. Всё, у меня есть ещё один байндер с их стаффом, но мы перейдём к нему позже. Дальше у меня идёт коллекция TXT. Для TXT я собираю Тэхёна с Эры Блю Ауа и Юн Джуна с Эры Фриз. Да, вот так вот. Тэхён у меня, соответственно, есть все его три карты из Минезот Блю Ауа. Все четыре его карты из Фриз. И пока мне не достают двух его карт из Файта Эскейп. Но у меня есть данные три. И для Юн Джуна мне также не достает двух карт из Файта Эскейп. И он завершён для Фриз. И также у меня есть карта Тэхёна из Сизенс Гритингса. Двадцатого года, двадцать первого, двадцать первого года. Я всё время путаю в Сизенс Гритингсах, потому что они выходят как бы на следующий год. Для меня это сложно. Да, и также у меня есть две карты из Субины. Три Бамгю и три Хюнинкая. Я безумно люблю всех мемборов TXT. В этом году, наверное, TXT для меня очень выросли в моём топе. Их музыка просто потрясающая. И да, обожаю их. И также большие вложения, выпавшие мне в альбомах. Их аэр-карты, стенды и открытки. И Тэхён, кстати... Вообще мои хайп-биасы не очень меня любят. Тэхён никогда в жизни не выпадал мне в фотокартах. Зато выпадает нечасто в открытках. Это... Я не собираю его большие вложения. Это именно то, что мне выпало. Мне выпало две его открытки во Фриз. И также Хюнинкай. И одна его открытка в Fyto Escape. И также мне выпал Йон Джун. Это вообще было идеально. Да. И последняя группа в данном байндере это Treasure. Я безумно рада. Они наконец анонсировали предстоящий камбэк. Пока не анонсировали даты. Но прошло уже год. Да, последний камбэк был в прошлом январе. И я очень-очень скучала по ним. Я очень-очень рада. Да, они выпускали довольно много контента. И мне очень понравилась их дорама. На мой взгляд, она получилась очень-очень классной. И ребята явно талантливы в актерстве. Да. Но мой Биастрежа Хюнсок. Я собираю его карты. Это, наверное, единственная коллекция, которая у меня завершена в том формате, в котором я бы хотела. И я уже очень давно не пополняла ее. Это карты Хюнсока из первого альбома. Второго. Третьего. Это его предзаказные карты от Ketown4U. Из первого, также второго и третьего альбома. И это первый полноформатный альбом Treasure Effect. Также полностью завершен. И плюс его две предзаказные карты от Ketown4U. Также, да, вот, вот тот единственный айдл, для которого я собираю японский стафф. И это все три карты из японского дебюта Трежа. Да, все-таки есть один, есть один выделяющийся айдл в этом плане. Но как-то, так как Трежа только недавно дебютировали, и я, в принципе, слежу за ним из дебюта, и мне очень-очень нравится и группа, и я люблю Хюнсока, поэтому я подумала, почему бы и нет. Также у меня есть немного его не альбомных карт. Это их карты из Мерчак Трежа Уолт. И это самый милый концепт, который я когда-либо видела. Также его Кэшпи-карта. Да, и карты других мемберов, которые выпали мне в альбомах. Я не склонна продавать, обменивать фотокарты, не знаю. Я, в принципе, покупаю альбомы только для групп, в которых я люблю всех мемберов, и которые я люблю в целом очень сильно. И поэтому мне тяжело расставаться с картами. Я стараюсь все-таки сохранить все, что мне выпало, и просто докупить с картой моего Биаса. Если я собираю кого-либо в группе. Поэтому у меня практически в каждой группе идет страничка с картами других мемберов, которых я не собираю. Но которых я очень-очень рада иметь у себя в байндере. Да, и тут у меня есть карты. Мой дубль карты Хёнсока тут тоже чилит. И Чёнхван почему-то у меня не вместе. Давайте исправим эту ситуацию. Потому что да, потому что это у меня по релизам. Но мне кажется, мне больше нравится, чтобы Чёнхван был вместе. Так, конечно, задники будут смотреться более... Ничего страшного. Дальше идет мой единственный сет всех мемберов из Summer Camp DVD. Да, я купила DVD, потому что я скучала по парням. И там был прикольный концепт, он мне очень понравился. Да, и там шел полный сет карт. И дальше у меня идут открытки. Я также собираю открытки для Хёнсока. Это его открытки из первого альбома, второго, третьего и трэжер эффект. Там была всего одна открытка, поэтому пока у меня здесь пустое место. Открытки Йоши, Едама и Джихуна, которые мне выпали. Все четыре полароиды из трэжер эффект. И также открытки из трэжер эффект. И дальше идет стафф из Summer Camp, полароиды. И открытки. И здесь у меня чехол. Да, и на этом данный байндер также все. Давайте тогда перейдем к моему второму байндеру BTS, раз уж мы посмотрели их карты. Это мой единственный большой байндер. Мне не очень нравятся большие байндеры, хотя, наверное, для некоторых моих коллекций мне придется рано или поздно их приобретать, так как они разрастаются. Но в какой-то момент, так как BTS были первой группой, которую я застенила и которую я решила коллекционировать, прямо коллекционировать в физическом формате, то в какой-то момент я покупала довольно много их не альбомного стаффа и вообще рандомного стаффа, который мне попадался и который мне нравился. Поэтому, да, у меня для них много разномастного картона, который я и храню в данном байндере, потому что он не особо влезает в мои более маленькие байндеры, хотя надо посмотреть. Вряд ли данная коллекция будет сильно расти в ближайшее время, поэтому, может быть, я и смогу ее переместить. Начинаем мы с одного из моих любимых сетов. Это сет полароидов из Seasons Greetings'а 2021 года. Мне они очень нравятся и, в принципе, мне понравился данный Seasons Greetings'. Дальше идет их открытка из Memories 2019 года. Это открытка J-Hope'а из Love Yourself, Speak Yourself, Japan DVD. На обратной стороне его лентикулярка из Greetings'а 2020 года. Дальше идут их карты из фотобука Map of the Soul. К концерту их открытки из Greetings'а 2020 года. Наверное, Greetings'а 2020 года именно по концепту вообще один из моих любимых в плане мерча, которые бантаны когда-либо делали. Не знаю, мне почему-то безумно понравился этот концепт и данные открытки с голографическими надписями. На мой взгляд, все было шикарно в данном наборе. Да, дальше у нас идет Хобби Чимин Тэхён и Чён Гук. И также Став из Greeting'а 2021 года мне выпал Тэхён. И я также разместила здесь стикеры с мембарами. Дальше идут стикеры из 2020 года, потому что они безумно милые. Дэй Хоуп, который выпал мне в DVD Love Yourself, Speak Yourself, Лондон. И дальше идут айдишки из их также Season's Greetings'а 2020 и 2021 года. Это что касается Става к DVD. Дальше идут туровые фотокарты. И первые это карты к туру Map of the Soul, который не состоялся, увы. Но я собрала полный сет всех мембаров, поэтому мы начинаем с Нам Джуна. Джин. Юнги. Это просто милейшая карта Юнги. Я ее обожаю, как и эту. Хобби. Да, тут вообще было очень много милых карт, несмотря на достаточно простой белый концепт. Мне он очень понравился. И да, я решила, что они нужны мне все. Чи Мин. Тэ Хён. Да, посмотрите на Джунгука. И также юниты. Дальше идут карты из Банбан Кон. К Банбан Кону я купила только один сет карт. Это то, что мне выпало. И также один сет месседж карт. Мне выпала спешл карта Джина. И Чангук, к сожалению, сзади. Дальше идут карты к Моц Ван онлайн-концерту. Я купила два сета. И также докупила дополнительно две юнитные карты, чтобы у меня было оба юнита. И также собрала сет карт Чимина. Потому что мне он очень понравился, опять же. Да, и это последний пэк мини-карт, который я покупала. Это у нас получается Сувузу феста этого уже прошлого года. И да, мне тоже очень понравились их образы. Особенно вот эти карты. Мне жаль, что мне их выпало меньше, чем просто на сером фоне. Но в целом красивый сет. И мне выпала спешл карта Хобби. И дальше идет прочий стаб. Сет карты из третьей версии. Бомбочки. Билетики из мембершипа шестого. Инструкции из шестого мембершипа. Билеты к онлайн-концерту Моц Ван. Сет карт из седьмого мембершипа. И сет карт из первого сезона Инзесупа. И дальше идет стаб из адвент-календаря к фесте двадцать первого года. Мне очень понравилась идея и сам набор. Это первый сет. Второй сет. Более маленькие карты. Также к нему вы в наборе шли пленочки. Билетик. И открытки. Да. И на этом байндер данный. Также все. У нас остался последний. И мой последний байндер. Здесь много групп, которые я не коллекционирую, скажем так. Для которых я просто покупаю альбомы от раза к разу. Например, Эйтис. Да, у меня довольно много их карт из Fever Patux. Также я покупала одну версию Fever Patux. И мне выпал Ханзу Несанхва. И также я предзаказывала оба альбома на Ketone For You. Fever Patux у меня выпал Йонхо. Patux и Уйон. Да, и на этом моя маленькая коллекция Эйтис. Все. Дальше идет Enhypen. Enhypen. Я также купила их первые два альбома. Дебютный. И Boda Carnival. Boda Carnival, наверное, до сих пор является моим любимым альбомом Enhypen. Мне не так сильно зашли их последующие камбэки. Поэтому я их не покупала. Но в их дебютном альбоме мне выпал Чон Вон. Просто милейшая карта Чон Вона. Одна из моих любимейших. И также Джейк. И в Boda Carnival мне выпал Хисин, Санхун и Сану. Также у меня есть их открытки из Boda Day One. И билетик из Boda Carnival. Дальше у нас идет Kingdom, который... Да, мой биос Айван. И я также собрала его карты из первых двух мини-альбомов. Мне безумно нравится концепт Kingdom, их история и то, как они, в принципе, все реализуют. Но я все-таки пытаюсь, как я и сказала, концентрироваться на своих топ-группах. Поэтому я думаю, что, опять же, я... По итогу у меня не сложилось. И я отменила свой заказ на их третий мини-альбом. И, несмотря на то, что он был посвящен Айвену, вдохновлен российской культурой. И мне очень-очень хотелось снять на него распаковку и рассказать о данной группе. Но как-то так мне сложилось. И я думаю, что я, опять же, продолжу поддерживать ребят исключительно Digital в дальнейшем. И не буду покупать их альбомы в физическом формате. Потому что просто я понимаю, что слишком много. Для меня слишком много. И также здесь у меня есть карты других мемберов, которые данные-то альбомные карты. И также Артур и Чиу, которые выпали мне в фонсайн-картах от KTown4U, когда я покупала второй мини-альбом. И открытки также из второго мини-альбома Чиу. Дальше идёт Monster X и Мобяз Чанг Кюн. И я думаю, что я, в общем-то, планирую собирать его. Я начала собирать его карты с Эры Ивановы Кайнд. Monster одна из моих любимых-любимых групп. Я просто обожаю их музыку. Я обожаю всех мемберов Чанг Кюна. И да. Но, опять же, я думаю, что на данный момент уже тяжело будет собирать его карты, начиная с Stress Pass. Поэтому пока я думаю просто продолжать дальше. А там посмотрим. Это его четыре альбомные карты из One of a Kind. Его юнитные карты с Кихёном. Так как Кихён мой второй биас. И также его три предзаказные карты. Это Виздрама, Вандерволл и две My Music Taste, если я не ошибаюсь. Да, прекрасно. Вандерволл и My Music Taste. И мне безумно нравился данный образ. В принципе, данная эра для Чанг Кюна я, в общем-то... Поэтому я начала собирать его карты, потому что я поняла, что они слишком прекрасны. Я не могу устоять. И также я собрала его все юнитные карты. И, в общем-то, то же самое планирую делать для Решаоа. У меня куплена часть его карт, они просто пока не со мной. И вот также большие вложения из One of a Kind. Дальше идёт моя любимая из новичков, да, из групп, дебютирующих в 21-м году. Это Omega X, это для меня однозначно дебют года. И я просто в огромной любви нахожусь. И да, я планирую собирать на данный момент двух мемборов. Ханг Кюма, это Ханг Кюм, и также Джихёна. И у меня есть одна из карт Ханг Кюма для их дебютного альбома. Мне не хватает второй. И все три карты из их первого камбэка. What's going on? И да, они камбэкаются 5-го января. Я в огромном предвкушении, мне очень-очень интересно. Также у меня есть пара предзаказных карт Ханг Кюма. Это из Эры Бамос, это из Эры What's Going On. И дальше идёт Джихён. Джихён, в общем-то, мой номер один биас в Omega X. У меня нет пока его карты из Бамос. Но есть все три карты из What's Going On. И также его предзаказные фансайн-карты. Это предзаказная карта от Микстара из Эры Бамос. Все остальные из Эры What's Going On. Это карты, которые мне выпали в What's Going On. Два Хвичана, один Сэбин. Плёночка Ханг Кюма из Бамос. И открытки из What's Going On. У меня также есть Хвичан, Сэбин, Джихён и Жен. Следующая группа в данном байндере — Виктон. Я даже не хочу рассказывать про Блейз, но по факту Блейз ко мне тоже не придёт, потому что Мейкстар — странные люди. И после трёх месяцев переписки таки решили просто отменить мой заказ и перестать со мной общаться. Но у меня есть несколько альбомов Виктон. Мне очень нравится их музыка. Мобиас Хансе. У меня есть две карты Хансе. Это его Air Voice карта из Continuous и предзаказная карта от Мейкстар из The Voice Future Is Now. Я также безумно рада, что Виктон также камбэкуется спустя год в данном январе. И также у меня есть одна карта Бьянчана и одна Субина. И открытка Сэншика из Mayday. Да, я не собираю активно Виктон и фотокарты Хансе, но опять же я думаю, что я куплю хотя бы одну версию их альбома и посмотрим, кто мне там выпадет. И да, последний. В данном байндере группы расположены по алфавиту, поэтому последний у нас. Вудс Сэньон. Это мой любимый сольный исполнитель. Если мы не считаем сольные проекты, например, Idol FSM Entertainment, а именно берем сольных исполнителей, не состоящих на данный момент ни в какой группе, то да, именно Сэньон. Я обожаю его музыку. Мне нравится очень его характер, его подход к тому, как он делает музыку, что он пишет, о чем он пишет. В общем, мне особенно мой, наверное... Хотя Only Lovers Left мне очень понравился, но его сольный дебют, Equal, это просто один из моих самых любимых альбомов. Мне очень он нравится. И я покупаю по одной версии каждого его альбома. Соответственно, это его карты из Equal. Это из Woops. И это четыре карты из Set. Потому что я бы, конечно, в идеальном мире, может, хотела собирать его фотокарты, но он делает просто по 50 карт каждому альбому, поэтому, к сожалению, нет. Но они все безумно милые. К Set мне его карты не так сильно понравились, но из Equal и Woops, и Only Lovers Left, они все просто потрясающие. Да, и ко мне пока не дошел мой альбом Only Lovers Left. Я надеюсь, что он ко мне все-таки скоро придет. Дальше идут его открытки, которые, как правило, все просто огромные. Это его открытки из Equal, но они безумно красивые. Это, наверное, моя любимая. Это так мило. Да, в его первом альбоме было очень много открыток. И также его открытки из Set. Вот этот концепт мне тоже очень понравился. Очень классно. Да, и третья открытка. И да, давайте, наверное, закончим здесь. На этом все. Это вся моя коллекция фотокарт. На данный момент я очень рада, что наконец сняла данное видео. Мне очень интересно будет посмотреть, как она будет меняться в дальнейшем, и даже самой пересмотреть данное видео через год. Я надеюсь, что вам также было интересно посмотреть на мою коллекцию. И да, спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok